Я хочу сегодня вам показать, как я прививаю гипискуса. Вообще методов есть много, у каждого свой. Я облюбовала именно прививку в расщеп, поэтому я сегодня покажу, как я прививаю. Что для этого мне надо? Непосредственно подвой. Подвой это то растение, которое будет под низом. Подвой. Привой. Это та веточка сортового гипискуса, которую мы будем прививать. Привой, то есть прививать. Вот еще нужен нож канцелярский. Желательно взять новый, конечно, нож и обработать его спиртом. Ну, у меня и так примется, поэтому я уже... Нож старый, но я вам говорю, как надо. То есть надо обработать его спиртиком, чтобы не было ничего плохого. Для этого еще берем фум-ленту. Фум-ленту можно купить в строительном магазине. В фум-ленте есть выбор разных, от тонкой до толстой. То есть мы берем самую плотную ленту. Вот, чтобы она хорошо легла. Бывает для газа, так называют. Для газа она желтая идет. Она тоже хорошая. То есть мы берем фум-ленту в строительном магазине. Самую плотную, которая есть. Вот она выглядит вот так. Ну и берем пакетик. Ну, конечно, получше. Желательно получше взять пакетик. Ну, я такое нашла. Итак, мы начинаем. Я так поставлю, чтобы видно было. Так. Берем мы это растение, которое будем прививать. Я оставляю вот снизу веточку. Вдруг оно у меня не приживется, чтобы я могла ниже срезать и ниже опять привить. Не получится. Ниже срезаю и опять прививаю. Ну, вы помните. То есть берем с запасом. Просто отрезаем. Отрезаем вот так вот эту веточку. Оп. Все. Я отрезала. Вот у меня есть вот такой. Ну, он у меня кривой. Желательно взять такой какой-то поровнее. Ну, какой есть. То есть я оставляю нижние вот эти листики для того, чтобы видеть, в каком состоянии корень. То есть если корень у меня начнет подгнивать, либо ему что-то не понравится, то листики, соответственно, будут желтеть. И первые симптомы увидим мы на них. Поэтому вот эти листики всегда их стараются оставить. Сюда мы будем сейчас прививать вот этот сортовой гибискус. Это, кого я срезала. Это красный снайпер. Ред снайпер. Так. Что я делаю? Подровняем его. То есть я смотрю, так как он укривой, мне лучше всего вот его прицепить вот так. Вот. Поэтому я делаю надрез. Надрез мы делаем английской буквой В. Так. То есть с одной стороны. И с другой стороны. То есть другими словами, мы просто вырезаем сердцевину с него. Для того, чтобы вставить другую сердцевину. И он у нас приросся. Вот. Вот то, что я вырезала со средины. То есть. И вот такое вот у меня. Получилось. Вот такое вот. Вот. Вот такой рогачик. Ой, вылилась вода. Помнишьте смысл. Сейчас надо вытереть. Что мы берем? Даша делала. Дальше берем мы наш привой. Вот мы решили его привить вот так. Значит, соответственно, мы зачищаем его как стрелочкой по бокам. Но когда мы подбираем еще по двой привой, мы смотрим на вот этот узелок, чтобы он был недалеко. Потому что если нет узла, он не будет расти. Точно так же тут. Вот мы смотрим, где узел. Вот он узел. Чуть-чуть под ним мы срезаем. Бывают такие растения. Вот. Допустим, я покажу на вот этом. Бывают такие веточки у нас. Вот, допустим, вот узел. И следующий вот узел. Вот видите, какой здесь большой промежуток. То есть, если мы срежем его вот так. Вот так. И начнем его прививать вот тут. То это очень большое у нас расстояние. Нам надо его срезать приблизительно вот так. Чтобы был узел и под ним немножко маленькая вот палочка. Я думаю, поняли. Теперь продолжаем срезать. Ну, в моей жизни, как бы, наверное, уже тысячи прививок было. Поэтому я, как бы, рука набита. Их много уже прививала. Вот. Очень редко бывает такое, что они не принимаются. Где-то процент выжимаемости приблизительно 90. А если брать укоренение сортовых гибискусов, то процент укоренения выживаемости, если он без, тем более, без стимулятора, то, наверное, процентов 20. Так. Вот мы его зачистили. Вот такая вот стрелочка. Что мы дальше делаем? Мы вставляем ее вот сюда. Вот так вот. Видите? Вот. Приблизительно вот так. И дальше мы тесно-тесно будем вот это заматывать. Захватываем немножко с этой стороны под срезом и немножко вверх. Чтобы полностью захватить вот этот у нас место. Вот это место среза. Прямую ленту. Срезаем. И вот берем, начинаем затягивать. Обмотали. Затянули. Вот. Обмотали. Затянули. Обмотали. Затянули. Захватываем сверху расстояние привоя. Проматываем. Надо очень тесно, чтобы доступ воздуха не попал туда. Потому что может начать нить. Опять саматываем. Опять тесно-тесно. Вот, что у нас получилось. Вот так. Я думаю, в принципе, этого достаточно, чтобы наверняка я взяла еще кусочек и еще раз пройдусь. Затянули. Все-таки они отревесневешие. Притом, у нас привой-подвой не ровные. А вот, как вы видите, кривые. Поэтому лучше... Лучше еще раз. Ну, все. Вот у нас готово. Что мы дальше делаем? Даша, берем пакет и одеваем на него. Тесно его защипываю. Вот у нас получилось вот такое. Некоторые гибискусоводы считают, что надо защипить вот здесь. Для того, чтобы вот это не попадало у нас под пакет и не было загниения. В моей практике такого как бы не было, чтобы началось загниение. Но я люблю вот защемить как раз на уровне вот этого. Так. Ну, это личное желание каждого. Ну, и все. Вот я защемила его плотно, без доступа воздуха. Единственное, надо снимать. Снимать хотя бы раз в день. Я снимаю там раз-два дня. Когда время у меня есть. Ну, желательно снимать каждый день по несколько минут. И потом уже будет смотреть. Смотреть, как он будет расти. Как он будет развиваться. Ну, все. До новых встреч. Бай-бай. Продолжение следует...